Сегодня 28 августа, 156 день. Очень холодно. Мы спали без верхушки, было тоже холодно, но в спальнике спалось очень тепло, очень комфортно, очень хорошо и не хотелось утром вставать. Время сейчас 6 утра, мы выдвигаемся, будем сегодня стараться прийти как можно скорее в город. Если мы до двух, я бы сказала, в два часа придём, то остановиться в хостеле, в отеле, чтобы передохнуть, сделать ресеплай, постираться, покупаться, погреться, полежать, отдохнуть. Вот, если придём позже, то, я не знаю, скорее всего, закупимся и пойдём дальше, до следующего города, Андрей сказал, ещё пару дней. Вот, а сейчас у нас будет несколько крутых подъёмов, несколько 4К вершин, 4000 фит больше. Ну, отлично, Андрей. Что за звуки? Сейчас холодно, так что сейчас через 5 минут согреемся. Надо спешить двигаться. Вот бы сейчас эпично упало бы на камеру. Если когда-то увидите что-то подобное, то, знаете, здесь поела Белочка. Чего ты отвернулась? Ура! Прошли 2000 миль. Офигеть, какая круглая цифра. Осталось 194 мили точка 3. Чего ты делаешь? Хорошо тебе. Хорошо. Ты где? Вот у меня. Сегодня на десерт печенька, вафелька и шоколадка. Потому что мы голодные пришли в шелтер. Уже довольно поздно. Ещё не успели закончить все дела, а уже почти стемнело. Там ещё палатка. Здесь очень много людей. До мной я разговаривала, сидя в палатке в темноте, расцветя себе в лицо фонариком. Вот так вот надо светить. В темной-темной комнате. На темном-темном чердаке. Жил темный-темный кот. Весело тебе? Что это за какой-то весёлый? Я смотрю. В общем, не получилось у нас... Сейчас зайчики сниму. Пойти сегодня в город. У нас не хватало еды. И Андрей думал, что мы должны будем заехать хотя бы. Закупиться. В общем, он позвонил в несколько мест. В один хостел и в один мотель. В мотеле ночь стоит почти 100 долларов. И мы такие... Чё? В мотеле? Это типа вообще жесть. Очень дорого. В хостел он позвонил. Банк, то есть койка в общей комнате стоит 40 баксов. Приватная комната стоит 70. То есть для нас двоих, да вообще для кого угодно, естественно, приватная комната будет стоить дешевле для двух человек. И вообще мы не поняли логики, потому что, например, любые, вообще даже незнакомые друг другу хайкеры могут скоперироваться и забронировать приватную комнату. И там будут две отдельные стоящие кровати. То есть они будут только вдвоём. И они заплатят по 35 с человека вместо того, чтобы платить 40 и оставаться в общей комнате. И там будет такая, наверное, двухэтажная кровать. И там ещё, скажем, с десятью другими людьми. То есть мы не поняли логики вообще. Потому что обычно приватная комната чуть-чуть дороже стоит для двоих, чем просто койка в общей комнате. И, собственно, приватные комнаты все были заняты. Койки были свободные. Но мы не хотели платить, переплачивать, получается, ещё за неудобства. И оставаться в общей комнате с другими людьми. Поэтому мы такие прям обиделись. Разозлились. И Андрей посмотрел, что, в принципе, с натяжкой, если мы ускоримся, то нам хватит еды. До следующего года, буквально через два дня. То есть мы сегодня прошли больше, чем планировали. И завтра надо будет тоже миль двадцать пройти. И послезавтра. И то мы там не будем останавливаться. Что тоже очень печально. Что мы просто покупаемся, постираемся, закупим продукты. И пойдём ещё пару дней. Да? Или сколько? До ещё одного другого города. Я не знаю названия. Вообще не запоминаю, не смотрю. И там мы уже остановимся. Должны, по крайней мере, нормально отдохнуть. На зиру. Там у Андрея день рождения будет. Как раз. В общем... Ты мне не сказал, что тебе подарить. Поэтому я тебе ничего не подарю. Подарю, но потом... В общем... Я сегодня, поэтому была такая злая. Вся моя надежда сегодня о душе и вкусной еде. Все рухнули. Поэтому я прям так расстроилась. Обиделась. Не знаю. Разозлилась. Настроения вообще не было. Что-либо записывать, снимать. И мы ещё прям так торопились. Чтобы прийти в шелтер до темноты. Чтобы успеть всё сделать. В принципе, вот мы сейчас недавно только залезли в палатку. И стемнело буквально где-то полчаса назад. Так что, в принципе, можно сказать, мы всё успели. Молодцы. Буду с вами прощаться. Хочется спать. Отдыхать. Увидимся с вами завтра. Всем пока.